Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем восьмую главу второй Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайна Великановой. В седьмой главе описывался подзвиг мученичества седьми братьев, их матери. Они так и называются мученики маковейские. В православной традиции их память совершается 14 августа по новому стилю. И вот когда последний из семи братьев умирал, сохранив верность закону, победив своего мучителя, он сказал такие слова. Пусть на мне и на моих братьях прекратится гнев вседержителя, справедливо падший на весь род наш. И вот эта молитва блага услышана. Их верность искупила как бы ту неверность народа, которая до этого торжествовала. Эти семь братьев, они были умерщвлены, они, умирая, свидетельствовали об особых тайнах Божиих, говорили о том, что Господь даст им воскресение из мертвых, что это воскресение будет в теле. Мать, убеждая младшего сына быть таким же мужественным, как остальные братья, претерпеть и мучения, и смерть, но сохранить верность Богу, говорила о том, что весь мир Бог сотворил из ничего. И род человеческий также Господь из небытия призвал в бытие. Это очень важные истины. И вот эти истины открылись маковейским мученикам. И вот их подвиг повернул ход истории. Казалось, Израиль находился в таком бедственном положении, что уже никакой надежды нет. Какая-то горсточка людей, несколько десятков, может быть, человек скрываются в пустыне, сохраняют верность Богу. Все остальные или перешли на сторону врага, на сторону анселуха Епифана, или убиты, захвачены, порабощены. Верных не осталось. Но вот с подзывником маковейских мучеников ситуация меняется. Между тем, начинается восьмая глава второй маковейской книги, «Между тем Иуда, он же Маковей, и те, кто был с ним, тайно проникая в деревню, созывали сородичей, и, принимая к себе тех, кто остался верен иудейству, собрали около шести тысяч человек». Несколько глав раньше мы читали о том, что Иуда удалился в пустыню с десятью сторонниками. Десять человек. И вот эти десять человек стали обходить населенные пункты, небольшие деревни, поселочки, города, и звать к себе тех, кто готов сражаться за Израиль, готов сражаться за, в первую очередь, верность Богу, Его законам, за возможность исполнять закон Божий. И вот уже десять человек превратились в шесть тысяч. Довольно большое, широкое партизанское движение. «Они призвали Господа обратить взор на попираемый всеми народ, сжалиться над храмом, оскверненным нечестивыми людьми, помиловать разоренный город, который готова сравнять с землей, услышать кровь, вопиющую к нему, вспомнить о беззаконном истреблении невинных младенцев и о холе, возведенной на имя его, и обрушить яростных злодеев». Вот эти шесть тысяч человек и Иуда, возглавляющие это движение, они не просто хотят независимости политической, они не просто хотят избавления от оккупантов, они прежде всего хотят, чтобы Господь смилостивался над народом, чтобы народ продолжал исполнять древние отеческие законы и обычаи. Начинают они именно с молитвы, с обращения к Богу, жалься над храмом, жалься над городом, какой город имеется в виду? Конечно, Иерусалим. Окруженному ратью Маковию язычники уже не могли оказать сопротивление, поскольку гнев Господа сменился на милость. Появляясь неожиданно, он поджигал города и деревни и, занимая удобные места, обращал в бегство полчища врагов. Чаще всего пособницей в таких набегах служила ему ночная тьма, и молва о доблести его зазвучала повсюду. В первой маковейской книге мы очень подробно, в деталях, можем прочитать, как именно Иуда Маковей начинал свое движение, какие столкновения происходили. Здесь об этом упоминается не так подробно, но суть нам ясна. Господь сжалился над народом, Господь сменил гнев на милость по молитве этих людей, по, может быть, подвигу маковейских мучеников, по молитве младшего брата, который говорил, пусть на нас прекратится гнев на Израиле. Ночью Иуда совершал набеги, и он шел от победы к победе. Бог был за него. Тогда Филипп, тот, кто управлял от лица селевкидов на данный момент израильской территории, видя, как этот человек шаг за шагом идет дальше, и ему все чаще сопутствует удача, написал Птоломею правителю Келесирии и Финикии, чтобы тот пришел на помощь царю в его делах. Тот сразу же остановил свой выбор на Никаноре, сыне Патрокле, одного из первых друзей царя, и послал его уничтожить весь род Иудейский. В подчинении ему дал не меньше двадцати тысяч человек из разноплеменного народа, приставив к нему еще и Горгия, военачальника опытного в военных делах. Никанор распорядился покрыть дань царя римлянам, составляющую две тысячи талантов за счет пленных иудеев. И поэтому он немедленно послал своих людей в приморские города, призывая покупать рабов иудеев и обещая уступить по девяносто пленников за талант, но не предвидя каров содержителя, которая должна была пасть на него вслед за этим. Вот, поскольку движение Иуда-Маковея растет, крепнет, становится все более серьезным, слава об Иуде-Маковея распространяется, царь противопоставляет этому уже целое войско во главе с Никанором, во главе с Горгием. Они настолько самоуверены, они настолько не ждут, что что-то может им помешать, что уже даже распределили, как они будут продавать рабов иудеев, тех, кого они захватят живыми и превратят в рабов за бесценок. Это позорно низкая цена. Это оскорбительно даже для раба, можно сказать, потому что из других источников мы знаем, что раб мог цениться, как, например, один талант мог быть выплачен за хорошего раба. А Горги и Никанор, они настолько уверены, что весь Израиль скоро будет рабство, что готовы девяносто человек продавать за один талант, как бы не считая вот этот народ уже все, он уже не существует. Иуде донесли о приближении Никанора, и когда он сообщил своим о появлении войска, все, кто трусил и не верил в Божью кару, разбежались в то куда. А другие стали распродавать все, что у них оставалось, умоляя при этом Господа, избавить их заочно проданных нечестивым Никанорам. Пусть не ради них самих, но ради заветов с их отцами, ради его священного и величественного имени, которое они призывали. Ну вот здесь, опять-таки, кратко говорится о событиях, о которых подробно описывается в первой Маковейской книге. Здесь говорится, что бежали все, кто трусил. А в первой Маковейской книге даются еще некоторые подробности. Сам Иуда Маковей сказал, все, кто не хочет сражаться, все, кто боится, все боязливые или все, у кого какие-то другие дела, я вас отпускаю. Потому что Иуда надеялся не на число своих сторонников, а только на помощь Божию. По человеческому рассуждению у него не было шансов сразиться с регулярной армией, с профессиональными, серьезными военными, с помощью тех вчерашних крестьян, которые были в его окружении. Это совершенно невозможно. Только Бог может им помочь. И вот поэтому он отпускает всех трусливых, отпускает всех тех, кто не готов сражаться, оставляет с собой только тех, кто, вот как маковейские мучники, готовы умереть за верность законом, но жить не готовы в порабощении и смиряясь с необходимостью отступничества от закона. и перед сражением он молится Богу. Господи, не ради нас, мы действительно как-то вот не умеем жить достойно, но ради тех заветов, которые вот когда-то ты заключил с нашими отцами. Избавь нас, Господи. Нас уже продали в рабство заочно, практически даром отдали в рабство. Только ты, Господи, можешь нас избавить. Маковей же, собрав своих приверженцев, их было шесть тысяч, стал призывать их не страшиться врагов и не трепетать многочисленных язычников, преступно напавших на них, но храбро сражаться, всегда помня о беззаконном надругательстве над святым местом, о разорении города и издевательствах над ним, об упразднении гражданского общежительства правоцов. Кто начнет трусить, вы вспоминайте, как разорили наш город, как разорили храм, чтобы напомнить тебе, за что мы сражаемся. Они, сказал Иуда, враги, имеется в виду, уповают на оружие и дерзость, а мы на Бога Вседержителя. Это действительно так и было. Бог может одним мановением уничтожить тех, кто идет на нас, да и целый мир может уничтожить одним мановением. И вот эта вера Иуды Маковея она, конечно, и была залогом побед, которые он одерживал. Он рассказал им о том покровительстве, какое не раз даровано было предкам, о том, что было при Синахириме, когда погибли 185 тысяч человек, и о сражении с Галатами в Вавилоне, когда 8 тысяч должны были вместе с 4 тысячами македонян выйти на бой. Когда же македоняне смешались, эти 8 тысяч перебили благодаря небесной помощи 120 тысяч, захватили много добычи. Действительно, Иуда, вдохновляя своих воинов, приводил им примеры, как вмешательством Божиим иногда осуществлялись те или иные победы. Такими речами он придал им отваге и готовности умереть за законы и Отечество, а потом поделил войско как бы на 4 отряда, назначив предводителями своих братьев Симона, Иосипа, Иоанната, дав каждому в подчинение по полторы тысячи человек. Кроме того, он поставил Элиазара и, прочитав вслух священную книгу, дал условный знак «Божья помощь», а сам стал во главе передового отряда и ударил на Никанора. Молитва, вдохновление воинов, военное приготовление, он действует как мудрый военачальник, хотя только начинает свои победы, и вот таким образом они приходят к этому сражению. Поскольку союзником их был Вседержитель, они перебили более девяти тысяч врагов. Большую часть войска Никанора изранили и изувечили и всех обратили в бегство. Они отобрали деньги у тех, кто явился их покупать. Довольно долго за ними гнались, но прекратили преследование, потому что время вышло. Ведь то был день перед субботой, потому они и не стали дальше за ними гнаться. Собрав оружие, сняв с врагов доспехи, они провели субботу, усердно благословляя и восхваляя Господа, спасшего их в тот день и положившего начало своей к ним милости. А после субботы они, уделив часть добычи изувеченным, вдовам, сиротам, разделили остальное между собой и близкими. Покончив с этим, они устроили общую молитву и просили милосердного Господа окончательно примириться со своими рабами. Вот таким образом Иуда впервые одерживает серьезную победу над настоящим войском, численно превосходящим его, и они все понимают, что это потому, что Бог их был союзником. Господь Сидержитель, они преследуют врагов, отнимают те самые деньги, которые были приготовлены, чтобы покупать их же самих в рабство, но преследуют не до конца, только до того момента, пока не начинается субботний день. Мы помним, что когда-то враги пользовались тем, что евреи соблюдают субботу, нападали на них в этот день, многие умирали, не желая сопротивляться, потому что запрещено любую работу совершать в субботний день по заповеди. Но тогда было такое совещание, и было решено, что ради самозащиты, ради сохранения жизни, можно сражаться даже и в субботу. Ради сохранения жизни, но не ради добычи. Поэтому уже побежденных догонять, разорять, настигать, гнаться за ними уже нельзя. Сколько было можно, они за ними гнались, а потом они остановились, потому что они сражаются не за добычу, а за право соблюдения закона. Они не забывают об этом. Даже вражи победы в этой эйфории, в понимании того, что Бог им все дал сейчас в их руки, они не забывают в точности исполнить заповедь. Они останавливаются, уже не гонятся за врагами, а то, что они получили, они справедливо истидели. Тут не каждый желает захватить побольше себе, а не забыв о вдовах, о сиротах, о тех, кто, конечно, не участвовал с ними в сражении, но нуждался больше, чем многие из них. Вот они разделили эти трофеи и, конечно, молятся благодаря Бога. Затем, схватившись с людьми Тимофея и Бакхида, они уничтожили более 20 тысяч из них и легко овладели высокими крепостями, обильную добычу разделили поровну, половину себе, половину изувеченным, сиротам, вдовам, также старикам. Ну, следующее сражение здесь уже только упоминается, подробно об этом не говорится. Собрав оружие, они тщательно сложили все в надежных местах, остальную добычу доставили в Иерусалим. Уничтожили они и Тимофеева Филарха, гнуснейшего человека, причинившего иудеям немало горя. А когда праздновали на Родину победу, они сожгли спаливших священные ворота, а также Калисвена, укрывшегося в какой-то хижине, так что он с полта поплатился за нечестивых. Проклятый Никанор, который привел тысячу торговцев покупать иудеев, с Господней помощью был уничтожен теми, кого считал ничтожными. Сбросив пышную одежду и в одиночестве словно беглый раб пробрался через внутреннюю область в Антиохию, больше всех преуспел в разгроме своего войска. И вот тот, кто взялся заплатить римлянам дань от продажи захваченных в плен в Иерусалиме, объявил, что иудеев есть заступник, и потому именно это дает победу, следование законам, верность Богу. И то, что когда-то испытали в таких драматических обстоятельствах иудеи, то испытывает и сегодня каждый человек, который верен Богу. С Богом человек может многого лишиться, у человека можно отнять имущество, здоровье, какие-то обстоятельства жизни могут быть трудны, но Царство Божие, Любви Божьей, Радости внутренней, которая дается этой верностью, этой верой, у человека отнять не может никто и никогда. И вот в этом есть залог возможности такой окончательной и полной победы для каждого из нас. И вот как эти победы могут быть даже и в чисто таком земном плане, вот об этом мы читали сегодня восьмую главу второй Маковейской книги в переводе Брагинской Шмайной-Великановой для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...